Многие его знают как нашего MVP. Многие его знают по учебным курсам, по D7, по тому вкладу, который он делал, по рестапе. И многие знают его как отличного фотографа. Очень интересного. Я бы хотел представить, Сергей теперь работает в компании 1S Bittrex, занимается маркетплейсом для управления сайтом и приложениями 24. Я очень рад, что ты теперь вместе с нами. Все вопросы по этим направлениям теперь к нему. Прошу, рассказывай. Прочитал о резюме, собственно, прослезился. Я сегодня расскажу про итоги работы маркетплейса для бус и приложения 24. Мы стараемся сейчас не называть его маркетплейс, потому что это все-таки отдельная некая сущность. К словам Сергея хочу добавить, что я действительно пришел с партнерской стороны, и поэтому при решении вопросов, связанных с маркетплейсом и приложениями, стараюсь придерживаться партнерской точки зрения. Не всегда, конечно, это получается, но я стараюсь. Итак, давайте посмотрим, что у нас про маркетплейс. Ну, кстати говоря, я всегда доступен по вот этим всем каналам, начиная с фейсбука, ну, естественно, почтой. Можно стучать ко мне по битрикс24 нетверк, старому и по новому межпортальному чату. Рекомендую последний канал, там я чаще всего бываю. Всегда практически в онлайне. Можно задавать все вопросы, связанные с приложениями, рестапи, какие-то вопросы по публикации, вопросы документов. Все, что касается маркетплейса, все ко мне. Самое главное, ну, доклад, я поясню, он будет не очень техническим, потому что, в общем-то, технологии, связанные с маркетплейсом, я думаю, вы все знаете. Это все-таки доклад, который я рассматриваю как возможность донести простую мысль, что и маркетплейс, и приложение 24 это те направления, которые могут быть выгодны для бизнеса прежде всего. И это видно по тем цифрам, по тем показателям, которые мы уже имеем сейчас и которые растут с каждым годом. Ну, вот такая небольшая справочная информация, что в этом году на 58% выросла выручка по сравнению с предыдущим, который тоже вырос на порядка 60% по сравнению с 2013 годом. То есть выручка у нас постоянно растет. 9 миллионеров по маркетплейсу по показателям с 2015 года в сравнении с 2014 годом, где у нас был один миллионер. Вы видите, какой значительный рост. Важный показатель, что в топ-20 по продажам входят решения, представляющие собой готовые сайты. То есть не модули доставки, не платежной системы, не какие-то модули, которые автоматизируют определенную бизнес-функцию. Все-таки лучше всего продаются готовые сайты, лучше всего совсем продаются интернет-магазины. Это такая ремарка для того, чтобы было понятно, в какую сторону на маркетплейсе глядеть. На текущий момент, к текущему году в маркетплейсе опубликованы 2426 решений. Это уже достаточно большая база, она покрывает очень много вопросов. Установок, как вы видите, почти 2 миллиона. Динамика появления новых модулей немножко снизилась, их стало поменьше. Может быть потому, что это связано с тем, что решения становятся сложнее, их не так быстро выпускают. Но тем не менее, даже несмотря на то, что динамика появления новых модулей упала, выручку, как я уже сказал, она выросла значительно. То же самое можно сказать про приложение 24. То есть те решения, которые стоят, используются в облаке B324. Плюс 34% новых модулей. По сравнению с предыдущим годом количество решений увеличивается. Партнеры начинают потихоньку смотреть на приложение 24. Я очень рассчитываю убедить вас в том, что нужно еще больше внимания уделять этому рынку. На текущий момент опубликовано 269 решений самого разного плана, 228 тысяч установок. То есть это 228 попыток воспользоваться этими решениями из маркетплейса. Вот эта нижняя цифра, она очень хорошо показывает, сколько в принципе порталов на текущий момент пользуются партнерскими решениями. Это почти 100 тысяч порталов. Это достаточно серьезная цифра. А поскольку все приложения 24, они продаются по подписке, вы понимаете, что это те деньги, которые вам платят ежемесячно. Вот эти вот 82 тысячи порталов. И вот обратите внимание на забавную цифру в 1100 решений. Это решения вне каталога маркетплейс. То есть это те модули, которые были написаны. Они стоят на каких-то порталах. Как правило, это одна-две установки. Я вычистил оттуда очевидно тестовые решения. То есть по большей части вот эта цифра показывает, что очень много заказов на разработку приложений делается, ну очень много приложений делается на заказ. Это не тиражные вещи. Это по сути те же самые разработки, как вы делаете кастомные сайты. Все то же самое, но в маркетплейс BX24. Приложение 24 – это способ продавать те навыки и те скиллы, которые у вас уже, как у партнеров, есть на новом рынке. И этот рынок очень интересный. Это секретные цифры, которые мне разрешили опубликовать. Рост выручки BX24 – это именно речь идет про продажи облачных решений. Выручка за рубежом плюс 152%. Выручка в русскоговорящем рынке, так можно сказать, плюс 120%. То есть это быстро растущий сегмент. А буст такую динамику сейчас уже не показывает и показывать вряд ли будет. Это насыщенный рынок. Сергей много говорил о том, что BX24, он сейчас как раз находится на подъеме. Это видно по этой динамике. Очень интересная цифра про 152% для нас. Мы пишем за рубли, а продавать можем за доллары. С учетом текущей курсовой разницы вы понимаете, о какой эффективности идет речь. Поэтому я бы очень на вашем месте подумал про то, чтобы направить усилия и менеджмента, и разработки на приложение 24. Это очень интересный сегмент. Что мы с своей стороны можем предложить в качестве помощи для развития продаж и написания этих продуктов? Ну, небольшое такое предложение у нас есть по маркетплейсу. Мы планируем сделать REST, который позволит автоматизировать продажи через партнерский кабинет. В принципе, это то, что будет новое. Конечно, мы будем продолжать развивать маркетплейс, улучшать дизайн, изменять верстку, работать над какими-то маркетинговыми каналами. Но это то, что мы и так делаем. Это продолжение существующей работы. REST для оформления заказов и получения автоматических ключей позволит вам организовывать свои витрины при необходимости на ваших же сайтах и не заморачиваться с оформлением ручным заказом в партнерском кабинете. Об этом можно будет поговорить подробнее, если кому интересно. Мы, кстати говоря, открыты в этом смысле для пожеланий, потому что полный сценарий вот этого REST оплаты пока еще не готов. Мы некоторые вещи туда уже включаем. Но хотелось бы послушать и ваше мнение, чтобы сделать его лучше и полезнее. Я, по-моему, прокрутил один этот. Нет, не прокрутил. Теперь несколько слайдов о том, что мы будем делать в приложении к 24, чтобы помочь вам продавать и разрабатывать. Прежде всего мы планируем механизм продвижения приложений при помощи вот такого триггерного механизма. Его смысл состоит в том, что мы отслеживаем действия пользователя и в зависимости от того, что он делает, мы можем ему целевым образом подставить информацию. Если человек работает с задачами и постоянно ходит в отчеты, наверное, это человек, который занимается постановкой, это какой-то менеджер, ему желательно показать не просто приложения 24, а те приложения 24, которые связаны с какой-то аналитикой по задачам. Чем более точечно мы попадем вот в эту рекомендацию, тем больше вероятность, что человек поставит эти приложения и будет выше ваша конверсия. Соответственно, мы вводим в marketplace расширенные категории. Сейчас они очень простые. Мы будем разделять приложения не просто там задачи, CRM, интеграция, а задачи, например, отчеты. Или это, я не знаю, CRM, генерация лидов. То есть как можно более четко сформулировать ролевые модели, чтобы потом их аккуратненько в самих порталах подставлять. Мы будем стараться научиться продавать ваши приложения непосредственно пользователям портала. В этом же году будет сделан первый этап для того, чтобы вы могли свои приложения вставлять в Bitrix24 Mobile. Для этого нужно всего лишь выполнить базовые требования. Ваши приложения должны быть сделаны в адаптивной верстке. Естественно, мы это через модерацию прогоняем. Все приложения будут запускаться на отдельном инстансе мобильного браузера. То есть фактически это будет просто отдельная страничка. Вам логику ваших приложений переделывать не придется. Вы написали уже какое-то решение. Оно уже есть в Marketplace. Если у него адаптивная верстка, и мы проверяем его на мобильном устройстве, оно ничуть не хуже работает, оно сразу появляется в мобильном приложении. Автоматически будут формироваться в левом меню все те приложения, которые уже на пользовательском портале установлены. Из них выбираются те, которые совместимы с мобильной платформой. А, вот в чем дело. Перепутались слайды. Что же ты будешь делать? Это основные тезисы, что именно мы будем делать по приложениям 24. Самая базовая вещь, которая, как нам кажется, позволит увеличить количество установок ваших приложений. Мы хотим разрешить установку приложений обычным пользователям. Сейчас, как вы знаете, это может делать только администратор портала. На наш взгляд, это очень серьезное препятствие, потому что, а мало ли кто там этот администратор, это может быть айтишник, который вообще не заинтересован в автоматизации бизнес-процессов. Мы хотим сделать так, чтобы любой пользователь, каким бы образом он не узнал про ваше приложение, он мог это приложение поставить. Вам надо понимать, что это потребует некоторого вмешательства в ваш код. Почему? Мы все знаем, что есть ряд приложений, которые на самом деле скрыто работают в роли администратора. То есть при установке они собирают администраторские токены и потом под ними данные, получается, с портал. Вот такие приложения работать, к сожалению, не будут. Нужно учитывать это в ваших сценариях. Про продвижение приложений по триггерам я уже упомянул. Приложение в мобильном приложении. Webhooks. Про это немножечко подробнее будет отдельный доклад на примере REST API для чатов. Но речь идет про упрощенной API для интеграции в битрикс24 с любыми внешними системами. В одну сторону и в другую. На примере чатов это будет сделан первый шаг. Дальше то же самое будет сделано с CRM, задачами, живой лентой и так далее. Основная суть этого упрощенного API заключается в том, что вам не нужно будет реализовывать авторизацию OO2.0. Все очень просто. У вас будет просто токен, секретный код. Этого будет достаточно для авторизации. Быстро, дешево. Это значительно упрощает для вас написание интеграции под заказ. Вы можете писать чат-ботов, интеграции с CRM, там из 1С, все что угодно. И не надо сильно заморачиваться. И мы сейчас обсуждаем сценарии для того, чтобы ваши приложения могли присутствовать в интерфейсе портала не на отдельной странице, а все-таки внутри, в контексте других страниц. В частности, страниц CRM. Я знал, что эта идея будет поддержана. Это всем хочется. Ну, такой небольшой пример на деталке сделки. В общем-то, суть понятна. Мы будем, скорее всего, расставлять iFrame в заранее заданных местах. Остается только понять, каким образом с минимальными переделками ваших приложений научить их вставлять конкретные данные в эти самые области, не распирая, так сказать, интерфейс. Ну, я думаю, мы это можем обсудить. Некоторые идеи по этому поводу уже есть. Я думаю, это все вполне реализуемо. Собственно, все. У меня очень короткий доклад. Хочу заранее сделать небольшой анонс по поводу завтрашнего дня. Я не знаю, кто из вас будет на завтрашнем дне присутствовать, но надеюсь, что все. У нас будет митинг-поинт, посвященный Marketplace. Я пригласил туда ведущих, скажем так, по продажам партнеров Marketplace. Они поделятся своим опытом. Я очень рассчитываю, что Акара поучаствует в нашем митинг-поинте и расскажет про то, как он умудряется зарабатывать деньги на бесплатных приложениях в Bitrix24. Это очень интересный кейс. Я думаю, это будет полезно послушать, чтобы понять, как правильно работать с Marketplace. Потому что есть определенный провал. Если посмотреть на статистику продаж в том же Marketplace Boost, партнеры, которые находятся в топе, в топ-20, в топ-30, они идут с очень большим отрывом от всех остальных. Это говорит о том, что партнеры не очень понимают в массе своей, какие решения нужно писать, чтобы они хорошо продавались. Может быть, как правильно работать с технической поддержкой. Мне кажется, что обмен опытом с теми, у кого получается это дело, окажется очень полезным для всех. Вот как-то так. Готов к вопросам. Вопрос первый и последний. Когда будет процессинг оплат для зарубежных клиентов? Сейчас все приложения бесплатные. Мы занимаемся альтруизмом. Очень хороший вопрос. Ответ на него знает только господин Коньков. Есть серьезная проблема, связанная с тем, что мы сейчас вот эти вот облачные все вещи продаем как лицензии. И они вроде бы как не облагаются НДС. С зарубежными договорами, когда продажи идут отсюда туда, там возникают вопросы с НДС. Как их решить пока, никто не знает. Честно скажу, это практически в 2016 году тухляк. Может быть в 2017 там обещаются сделать некоторые изменения в законодательстве по этому поводу. Вот если вопрос с НДС будет решен, то скорее всего мы эту тему закроем очень быстро. Сейчас я бы рекомендовал смотреть в сторону открытия юридических лиц на той стороне. Самый простой, не самый дорогой способ, который позволит все эти вопросы обойти. Главное заниматься продажами, я так считаю. Потому что если год еще ждать, можно потерять время. Еще вопросы? Еще вопросы есть? Окей, вопросов больше нет, тогда двигаемся дальше. Следующий доктор. Спасибо. Я хватит.